ПЕРМСКОГО КРОВЕЧЕСКОГО МУЗЕЯ Татьяна Вострикова, приветствую вас. Добрый день. Евгений Николаевич, давайте начнем с вас. Все-таки какие, может быть, цели и задачи стояли? И главный вопрос, продолжатся ли раскопки уже в следующем году? Ну, наверное, основной целью этого года была возможность посмотреть участки, которые не являются основными для наших раскопок, где, может быть, не так много материала. Но зато они нам дают информацию о том, как располагался костеносный слой, где его границы, куда он дальше продолжается. Вот мы по результатам работ этого года точно представили, что почти перпендикулярно по отношению к реке идет глубокая промойна, заполненная древними отложениями. Туда сносился и разный материал, и галька, и остатки деревьев, и кости животных. В один год мы раскопали одну яму, которая была заполнена этим материалом. В прошлом году мы раскопали еще одну яму. В этом году мы посмотрели, что если мы уходим в сторону от такой канавы, то мы материал находим гораздо больше. Поэтому следующий год, следующие перспективные раскопки – это продолжить копать наши раскопки, проводить именно в русле канавы, протоки, которая была для того, чтобы собрать тот материал, который еще есть. Или показать, что там больше уже ничего нет, и наши раскопки тогда можно будет закончить. То есть, в принципе, основные работы-то, они еще были произведены в прошлые годы, правильно? Нет основных работ. Они все важны. Наш геолог смогла посмотреть очень много чего интересного, отобрать новые образцы и на датировку, и на определение состава растений, которые есть. То есть, показала, как слои замещают друг друга, почему одни слои накапливались раньше, другие позже. Ну и был собран материал, потому что трагонтерио слону. Ну, не только по нему. Было найдено несколько интересных таких находок, которые, в общем-то, мы не ожидали. Ну, например… Обязательно поговорим, не хотим сохранить интригу на продолжение, да? Обязательно. Татьяна Петровна, вот сколько по времени, в принципе, длилась вот эта экспедиция, и как наше уральское лето, может быть, отразилось на работах? Ну, у нас сроки работы в поле примерно одинаковые. В этом сезоне мы выехали 10 июля, и 25-го вот вернулись в город, буквально вчера. Вот. Лето пермское непредсказуемо. Какие бы мы ни смотрели сводки, профессиональные сайты географов, геологов и так далее. Очень сложно подгадать под погоду, но наше стойкое желание ехать, а не отменять полевой сезон, в итоге, как бы, было верное решение. Но, что хочу сказать, в день заезда, когда был очень сильный проливной дождь, и мы поняли, что мы уже не будем отменять выезд, все-таки добрались до Казанки, Аханского района, но вот уже там мы приняли такое оперативное решение, что под затяжным дождем мы уже не будем перебрасываться на трактор с телег и добираться, собственно, до места раскопок. Поэтому мы остались ночевать в сельском клубе. Наверное, это было правильное решение, потому что дождь схлынул, скажем так, и наш отряд, мужская часть отряда, все-таки отважилась пойти до места раскопа, чтобы не тратить эти полдня, обустроить его, там подкрепить костровой навес, укрепить кухню, то есть сделать все необходимые хозяйственные работы по лагерю. А уже на следующий день мы спокойно при хорошей солнечной погоде уже добрались до места и уже просто обустроились так, как положено. Поэтому из года в год лето разное, но нас в свое время закалил очень давно, 2016-2015 год, когда был очень дождливым, и с всего времени экспедиции мы были в поле 4 либо 5 дней максимум. Были 5 дней, и 4,5 дня шел дождь без перерыва, причем. Да, это заставило нас свернуть экспедицию не потому, что сыро и влажно, а еще и потому, что в таких условиях заниматься палеонтологическими раскопками невозможно. Ну, поэтому этот год для вас, в общем-то, не оказался таким трудным, да, в сравнении? Трудным, трудным. Вот смотрите, мы забросились, была хорошая погода, мы успели поставить палатки, разобраться с лагерем, и пошел дождь, и шел 3 дня. Ну, это тоже сбивает наши установленные уже планы. Я лишь могу предположить, что истории из экспедиции, как правильно, полевые сезоны, да, их может быть огромное количество, и все-таки вернемся к итогам, да, может быть, с точки зрения и Краеведческого музея. Какие самые интересные находки были в этом году? Пожалуйста, кто готов? Ну, для нас, как для музея, все находки важны, которые мы встречаем на раскопе, потому что все они для нас в какой-то момент становятся экспонатами, в какой-то момент они возникают в наших выставочных модулях прямо в музее. Для науки, я думаю, что Евгений Николаевич еще прокомментирует, но помимо находок, у нас в этом году были чудесные находки в плане таких дружественных отношений. К нам присоединилось несколько волонтеров, которые очень во многом нам помогли. Вот, но о находках... С точки зрения науки. Любые исследования, которые сейчас проводят палеонтологи, они являются комплексными. В них принимают участие не только те люди, которые непосредственно выезжают и копают, но и люди, к которым попадают отобранные образцы, с которыми они потом работают в лабораториях, проводят лабораторные исследования. Поэтому вот то количество материала, именно образцов, для химических анализов, для анализа состава того, из чего состоят слои, то, что было отобрано, уголь древний, который там найден, не тот, который жгли люди, а просто естественные кусочки угля, для того, чтобы определить, какие конкретно растения росли именно там, где вот, ну, можно сказать, умер трагонтериевый слон. Все это представляет большой интерес. Я так подозреваю, не только для науки российской, или может быть... Нет, вот это будет анализироваться российской наукой. А вот такие анализы, как... Ну... Некоторые анализы химические, может быть, сделают наши коллеги, которые за рубежом работают. У нас уже за много лет сложился коллектив международный, из разных специалистов, которые в разных странах работают. Мы вместе все работаем, и в конечном итоге, промежуточные какие-то итоги мы публикуем, представляем на международных конференциях, ну, и будет какая-то общая, такая большая работа, которая будет включать все-все данные, которые есть. Ну, что совсем такие простые вещи? Ну, во-первых, был найден первая кость носорога. Носороги раньше в этом местонахождении не были известны, там были и другие виды животных, которые жили вместе с трагонтериным слоном. Вот это первый год, когда удалось найти одну косточку всего, правда. И очень редкий случай, когда палеонтологи могут порассуждать о палеоэкологии. Был найден позвонок лошади с тяжелым заболеванием, которое деформировало и тело позвонка, и остистый отросток. Ну, то есть это было такое заболевание, которое, видимо, уже животное просто с трудом двигалось. Это очень редкие находки, они всегда представляют большой интерес. И вот такая находка была сделана как раз в этот сезон. Я, насколько помню, главная цель в плане раскопок и находок, это все-таки... Трагонтериевый слон. Да. Но чем больше мы получаем информации о других животных, об условиях, в которых они жили, тем лучше. Мы анализируем их, представляем в той форме, которая необходима для использования их музея. Чем больше информации, тем больше возможностей музею представлять эти данные для людей, которые приходят в музей, посмотреть на это. К слову о людях, которые приходят в музей. Знаю, что в целом вся эта история вокруг нашего слона, она достаточно серьезный отклик нашла, в принципе, на жизни Аханского района. Вот как вы считаете, правдивы ли мои суждения, Татьяна Петровна? Конечно, правдивы. Тут ни для кого не секрет. И мы рады, как Кровеческий музей, что история со слоном давно вышла из стен музея, и стала уже достоянием Пермского края. Мы не жадничаем. Аханск очень вовремя увидел ресурс и потенциал в истории со слоном для развития своей территории. И яркое тому подтверждение это достаточно интересный разноплановый проект под названием «Аханск. Родина слонов и не только». Это большой проект, который выиграл Аханск в рамках конкурса «Пермский край. Территория культуры». Надо сказать, что изначально была инициатива социокультурного проекта Ирины Чернега. Тогда проект назывался «Трагантериевые слоны все-все-все». Я думаю, что именно этот проект показал тот самый потенциал, возможность и интерес, который может быть к этой истории со слоном со стороны мальчишек и девчонок Аханского района, со стороны такого профессионального культурного сообщества района. И это все стало развиваться в такой, наверное, геометрической прогрессии. И мы только рады. Мы, как Кровеческий музей, всячески оказываем помощь и поддержку. У нас есть передвижная выставка «Трагантериевые слоны». Мы с удовольствием принимаем участие во всех мероприятиях, которые Аханский район проводит. Там, где мы уместны, мы выезжаем со своими передвижными выставками. Ну и вообще, в принципе, готовы оказать и оказываем любую консультационную помощь. Ну и, к сожалению, придется прервать, потому что не так много времени у нас отведено на беседу. Но завершить нашу беседу предлагаю тем, что слона в итоге можно будет увидеть на заводе Шпагина, где будет представлена большая-большая экспозиция от Кровеческого музея. Спасибо вам большое за это обсуждение. В студии РБК Перм были старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Евгений Мащенко и замдиректора Пермского Кровеческого музея Татьяна Вострикова. Мы обсуждали нашего знаменитого трагонтериевого слона.